Мы Междуреченск в эфире. Меня зовут Ирина Коваленко. Здравствуйте. В Кузбассе бушуют метели. Госавтоинспекторам даже пришлось ограничить движение на автодороге Кемерово-Ленинск-Кузнецкий. Там произошла авария, участниками которой стало сразу несколько автомобилей. Междуреченцы тоже снимают видео, делятся с нами. Рассказывают, как оборудуют проруби, готовятся к спартакиаде предпринимателей, побеждают в соревнованиях по боксу. Обо всем этом поговорим немного позже, а начнем с дорог. Какая обстановка сегодня в Междуреченске, Анна? Ну, вы сами видите, он утопает в снегу. В принципе, синоптики обещали, что на этой неделе будет совсем непросто. Сильный ветер, метели. На сегодняшний день высота снежного покрова 65 сантиметров. С начала года выпало 137 миллиметров осадков. Дорожники вывезли больше 80 тысяч кубометров снега и продолжают работать. На улицах ежедневно работает свыше 50 единиц техники. Хочу вам рассказать, что синоптики дают в дальнейшем неблагоприятные прогнозы, потому что с четверга уже похолодает. И температура будет достигать даже 33 градусов. Поэтому придется набраться терпения. Подождите город. Убирали ночью, убирают его и днем, но техника не успевает за погодой. Поэтому ждем хорошего настроя. И пока опустится температура, наведут порядок в городе. В Хакасии сошла лавина. Туристы катались на снегоходах недалеко от села Приисковое. Под завалами оказалось 6 человек, отмечается на сайте МЧС Хакасии. Снежная масса сошла в труднодоступном месте, куда можно добраться только на снегоходах. До прибытия спасателей туристы обнаружили товарищей под снегом. В сети появились видео спасательной операции. Спроси его, где Саня был. Где Саня был. Спроси, где Саня был. Где Саня был. В результате двое мужчин погибли. В Междуреченске из-за обильных снегопадов также сохраняется лавиноопасная ситуация. Специалисты обращают внимание на соблюдение мер безопасности. Группа должна быть зарегистрирована у нас, у спасателей. Обязательно указывать маршрут движения в обязательном порядке. Обязательно указывать контактные телефоны, сроки выхода и сроки возвращения. И не уклоняться от указанного маршрута. Датчик и спутниковый телефон – это не такая уже дорогая штука. Его надо иметь обязательно, в обязательном порядке и правильно уметь пользоваться. Датчики позволяют в минимально короткие сроки, во-первых, обнаружить местонахождение человека и оказать ему помощь. Попали в фотоловушки. На территории заповедника Кузнецкий Алатау расставлены скрытые камеры. В их объектив попали моралы, лоси и северные олени. На фотографиях и царь тайги – медведь. Он делает задиры на стволе. Так помечает свою территорию. К акции «Экалята» присоединился выставочный зал. Для учеников 22-й школы организовали урок-эксперимент. Школьники узнали, какие птицы зимуют в нашем крае, а затем вместе с педагогами изготовили съедобные кормушки из овсяных хлопьев и развесили на территории рядом с выставочным залом.